Куда вы попадете после смерти? Библия знает ответ. Сегодня Джонатан Бернис продолжит свое учение о жизни после смерти и возьмет интервью у человека, который погиб в ужасной катастрофе, но вернулся назад, чтобы рассказать людям о том, что небеса реальны. Все это в сегодняшнем выпуске передачи «Голос Израиля». Шалом! И добро пожаловать на передачу «Голос Израиля», где мы провозглашаем Иисуса, Иешуа, Мессии и Миру, а также помогаем вам понять еврейские корни христианской веры. На этой неделе я учил о жизни после смерти. Я снял эти передачи не только для того, чтобы вы поняли истину, потому что многие из вас уже знают ее. Я хочу, чтобы вы лучше свидетельствовали тем, кто окружает вас, вашим друзьям, родным, сотрудникам, соседям. Библия ясно говорит о том, что происходит с нами после смерти. Писание, Ветхий и Новый Завет, ясно говорит о том, что после смерти нас ждет другая жизнь. И те решения, которые мы принимаем в этой жизни, то, во что мы верим в этой жизни, определит нашу судьбу. На этой неделе я говорил, что большинство американцев, больше 80%, верят в жизнь после смерти. Большинство европейцев, а там показатели еще выше, практически все верят, что существует жизнь после смерти. Они верят, что жизнь не ограничивается этим телом, и что после смерти мы переходим в другую жизнь. Возникает вопрос, где же мы будем проводить вечность? Вечность, друзья, это очень и очень большой промежуток времени. И если вы поверите в то, что написано в этой книге, а я верю, я верю, что написанное в этой книге правда. Если мы хотим помочь людям понять эту истину, то мы должны объяснить им, что не все пути ведут к одной тропе. Сам Иисус сказал, «Я есть им путь и истина и жизнь». «Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Вот еще один вызов. Многие верят в небеса, но не хотят верить в ад. Друзья, это субъективная реальность. Мы ставим себя на место Бога. Нельзя просто выбирать, что нам нравится. Нельзя превращать Библию в оригами и говорить, «Мне это нравится, а это не нравится, а потом брать и вырезать это». Так у нас будет оригами. Дело в том, что Библия, Ветхий и Новый Завет, учит нас о небесах и аде. Интересно, что сам Иешуа, Иисус, больше говорит об аде, чем о небесах. Вчера я обратился к одному стиху из книги Даниила, потому что евреи говорят мне, что Писание ничего не говорит об аде. Я слышал подобное и от христиан. Но вчера мы прочитали Даниила 12, где ясно говорится, «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Здесь ясно говорится о том, что небеса и ад реальны, и это Ветхий Завет. Безусловно, в Ветхом Завете все определялось потому, следовали ли вы Божьим заповедям, были ли вы праведным человеком или нет. Все зависело от того, насколько точно вы следовали закону Моисея. Но закон Моисея не содержал в себе план спасения. Он был похож на кредитку. Надеюсь, вы не слишком часто пользуетесь ею. Кредитка позволяет вам заплатить за что-то сейчас, а деньги отдать потом. Это как покупка в кредит. Исполнение закона Моисея было лишь кредитом к вере в Мессию. Мы знаем, что Иисус делился радостной вестью после смерти. Он отправился в место под названием Шиол, или Ложи Аврамова, и делился там благой вестью. Я верю, что те, кто был в правильных отношениях с Богом, согласно закону Моисея, сразу же узнали и приняли Иешуа. Он приобрел для них жизнь вечную. Его искупление предназначается для прошлого, настоящего и будущего. Он умер из-за двух причин. Во-первых, чтобы освободить нас от физической смерти. Он приобрел нам жизнь вечную. Во-вторых, чтобы освободить нас от духовной смерти и вернуть нам взаимоотношения с Богом. Я подробно рассматривал эти вопросы в других учениях, которые были на этой неделе. Вы можете зайти на наш сайт и посмотреть их. Но сейчас я хотел бы сосредоточиться на разделении между теми, кто находится в правильных отношениях с Богом, и теми, у кого нет таких отношений. Я хотел бы посмотреть на место Писания, записанное в Луки 16. Это притча о богаче и Лазаре. Многие из нас знают эту историю, но давайте рассмотрим ее вместе. Сказано, «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и в виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Он отказался помочь нищему по имени Лазарь». 22 стих. «Умер нищий и отнесен был ангелами на Лона Авраамова. Я верю, что это и есть Шиол. Ветхий Завет называет это могилой, ямой или землей. Он был отнесен в место под названием Лона Авраамова. «Умер и богач, и похоронили его, и в Аде. Ад — это Шиол. В Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И Вазапив сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пожли Лазаря, чтобы я мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Мы видим нечто интересное. Мы видим, что в Шиоле, в аду, в могиле есть разделение между праведными и неправедными. Одни находятся в месте, где им комфортно, приятно, где они переживают присутствие Божье, а другие, как богач, страдают. И вот каков был ответ Авраама в 25 стихе. Ну, Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Обратите внимание на 26 стих. Это очень важно. «И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Это шокирующая новость. Иначе говоря, в могиле есть разделение. И единственный способ перейти – с помощью искупительных дел Мессии. Те решения, которые вы принимаете в этой жизни, то, как вы живете в этой жизни, имеет значение для жизни грядущей. Мы должны ненадолго прорваться. После перерыва мы дадим ответы на популярные вопросы о жизни после смерти. А чуть позже вы познакомитесь с человеком, который умер в ужасной автокатастрофе. Он утверждает, что провел 20 минут на небесах с Иисусом, прежде чем был послан назад на Землю. Это удивительная история, которую вы не хотели бы пропустить. Голос Израиля Голос Израиля посвятил себя проповеди Мессии Миру, в первую очередь евреям, а затем и всем народам. Мы делаем это через обеспечение гуманитарной помощи беднейших людей мира. Мы помогаем им и делимся Божьей любовью и радостной новостью об Иешуа и Иисусе. Сегодня мы готовимся к новой клинике для общения Лэмбо, потерянного колена Берингва, Зимбабве. Эти верные, но забытые люди имеют связь с древним коленом Израиля, коленом священника Фаарона, и на протяжении многих столетий жили по еврейским традициям. Мы нуждаемся в вашей помощи, чтобы профинансировать эту евангелизацию. Готовы ли вы стать благословением для этих чудесных людей и тысяч других, находящихся в отчаянной нужде? Пожилые, молодые и дети могут умереть из-за недостатка базовых медицинских средств. Вы можете помочь им, но мы должны действовать сейчас. Позвоните или посетите наш сайт прямо сейчас, чтобы спасти этих людей. В знак благодарности за любое ваше пожертвование, мы вышли вам книгу Джонатана Берниса в твердом переплете под названием «Взгляд Равина на жизнь после смерти. Новый взгляд на небеса и ад». В ней вы найдете историю людей, которые побывали там. Это истории людей, которые утверждают, что видели то, что ждет нас за покрывалом смерти. Рави Бернис исследует труды древних еврейских мудрецов, места Писания и их связь с тем, что нас ждет после смерти. Эта книга поможет вам по-новому представить небеса и лучше понять славную вечность, которая ждет всех верующих. Если же Бог побудит вас сегодня пожертвовать 100 фунтов или больше на помощь нуждающимся, то мы вышли вам книгу Равина Берниса в специальном варианте, которую нигде нельзя купить. Кроме того, эта книга лично будет подписана автором. Не забывайте, что Бог обещал благословить тех, кто благословляет евреев. Чтобы пожертвовать и поддержать нашу гуманитарную поездку, а также помочь другим, позвоните, напишите или зайдите на наш сайт прямо сейчас. Не забывайте, ваш дар пойдет на помощь нуждающимся. Времени мало, а нужда велика. Поэтому пишите или звоните нам прямо сейчас. На этой неделе я учу о жизни после смерти. Что происходит после смерти? Большинство людей верит в жизнь после смерти. Так утверждают более 80% американцев. Но возникает вопрос, где вы проведете вечность? Я учил на основании своей новой книги, которая называется «Взгляд Равина на жизнь после смерти». Я брал интервью и слушал истории людей, которые умирали, но возвращались назад, чтобы рассказать о своих переживаниях. Я брал интервью у многих людей. Я выбирал только тех, кто не давал поводов для сомнения в их словах. В мою книгу вошло шесть историй. Это исследование о том, что говорят древние еврейские мудрецы о жизни после смерти. Что Ветхий Завет и Новый Завет говорят о небесах и аде. Писание говорит о небесах и аде. Это новый взгляд, который я подаю вместе с историями людей, которые побывали там. Я подробно рассматриваю этот вопрос. Я хотел бы ответить на некоторые вопросы. Мы даем эти ответы в книге. Люди задают много вопросов о том, каковы небеса. Конечно, в книге говорится о небесах и аде, но мне больше нравится говорить о небесах. Итак, какими будут небеса? Спрашивают люди. Какими будут небеса? Многие задавали нам вопросы, и я хотел бы прочитать вам некоторые из этих вопросов, а потом дать ответы на них. Мы не знаем все ответы наверняка, потому что мы еще не там. Но вот эти вопросы. Вопрос первый. Останется ли у нас на небесах наше предназначение? Я считаю, что ответ на этот вопрос — да. Кем еще вы можете быть? Ваш образ на небесах будет похож на ваш образ на земле. Некоторые изъяны, вроде лишнего веса, пропадут. У меня будут волосы. Я буду выглядеть хорошо. Но позитивные черты вашего характера и все те вещи, которые делают вас с вами, а меня мной, останутся на небесах. Там будут лишь хорошие вещи. Я верю, что мы сохраним свои личности и наши предназначения, за исключением вредных привычек и негативных черт характера. Это первый вопрос, на который я хотел дать ответ. Кто-то еще спрашивает, а там будут художество, театр и развлечение? Говард Шторм, один из тех, у кого я брал интервью, называл небеса «центром веселья мира». Он говорит, что мы будем выражать себя творчески. Многие картины и песни, созданные на этой земле по вдохновению Божьему, будут также существовать на небесах, но в другой форме. Я не совсем понимаю это, но они будут в иной форме. Это будет просто чудесно. Кроме того, было много других вопросов, ответы на которые я дал в книге. Если вы не знаете, что ждет вас после смерти, уверен, что это не касается большинства из вас, потому что вы находитесь во взаимоотношениях с Господом. Но у вас есть друзья, родные, сотрудники, которые не знают, что ждет их после смерти. Библия ясно говорит об этом. Вот почему я написал книгу «Взгляд раввина на жизнь после смерти. Новый взгляд на небеса и историю тех, кто побывал там». Я хотел, чтобы людям было предельно ясно, что говорит Ветхий и Новый Завет. «Еврейские мудрецы понимали, что есть жизнь после смерти, но мы должны принять решение в этой жизни, потому что это решение станет определяющим в нашей жизни после смерти». Я советую вам прочитать книгу «Взгляд раввина на жизнь после смерти». Возьмите несколько экземпляров для своих друзей и сотрудников. Она поможет им и вам понять, что же Библия говорит о вечности. А сейчас вы увидите человека, который утверждает, что умер в автокатастрофе, а затем провел 20 минут на небесах с Иисусом и вернулся назад, чтобы рассказать об этом. Это удивительная история, и вы бы не хотели пропустить ее. Наберитесь незабываемых воспоминаний, обновив свою любовь и клятвы на пасхальном круизе 2016 года по Карибскому бассейну. Присоединяйтесь к раввину Джонатану Бернису и его семье с 16 по 23 апреля вместе со служением «Голос Израиля». И наслаждайтесь белыми песчаными пляжами и бирюзовыми водами на островах Сент-Мартин, Сент-Томас и Нассау, Багамы, на одном из самых больших и новых круизных лайнеров мира. Это идеальное место для того, чтобы не только отпраздновать чудо Пасхи, но и обновить свои брачные обеты друг перед другом и Богом. Раввим Джонатан Бернис будет обновлять брачные заветы под традиционной еврейской купой – брачным навесом. Вы также получите чудесный сертификат, в котором будет отмечено ваше обновление обетов. Кроме того, вас ждет праздничный стол. Не упустите чудесную возможность разделить невероятные переживания с близким человеком. Звоните по номеру, который видите на экране, или заходите на наш сайт по адресу, который видите на экране, и обновляйте свои обеты на пасхальном круизе 2016 года. Недавно я снимал цикл интервью с людьми, которые умерли, побывали в аду или на небесах, или там и там, а затем вернулись, чтобы рассказать об этом. Некоторые из этих интервью были просто удивительными. Одно из них я хочу показать сейчас вам. Это интервью с человеком, который попал в ужасную аварию. Это произошло поздно вечером. Рядом с ним сидела его младшая сестра. Они пели рождественские песни, когда врезались в грузовик. Сестра выжила, а он умер. Он утверждает, что отправился на небеса и встретился с Иисусом. Я хочу показать вам отрывок моего интервью с доктором Гарри Вудом. Расскажи нам, как ты умер. Ты умер по-настоящему? И это не была кратковременная смерть? Да. Я был клинически мертв более 60 минут. Мы с младшей сестрой врезались в грузовик. Я умер прямо там, на месте аварии. Поворотник сломался прямо о мое лицо. У меня на лице была сотня швов. Некоторым, может, и не нравится, как я выгляжу, но я себе нравлюсь. Мне тоже. Слава Богу за пластическую хирургию и за то, что она помогла мне. Но авария серьезно повредила мои голосовые связки, дыхательные пути и шею в трех местах. Как только это произошло, я вышел из тела, и вся моя жизнь пронеслась у меня перед глазами. Ты умер мгновенно? Мгновенно. А почему парамедики решили, что ты мертв? Твоя сестра была рядом, и она тоже считала тебя мертвым? Как? Доктора заявили, что я мертв. Ты был мертв. Клинически мертв. Более часа. Да. Но ты не умер. Павел сказал, лучше выйти из тела и во дворица у Господа. Именно это и произошло с тобой. Да. Ты был вознесен в славе. Да. Ты слышал пение, и тебя сопроводили в небесный город. Вместо под названием небеса. Я увидел ангела, который стоял перед одними из двенадцати ворот. Он пропустил меня в город. Я прошел некоторое расстояние и увидел своего друга, который умер во время другой аварии. Он был в числе приветственной делегации? Ты говорил о том, что там нас ждут близкие и друзья. Каждому дают человека, который встречает его, и показывает ему все вокруг. Мой друг, мой лучший друг из школы, которому отрезало голову, устроил мне экскурсию по небесам. Я сразу же узнал его. Как он выглядел? Как я понимаю, голова была на месте. Он выглядел так, как я его помнил. Он был молод. На его лице не было морщин или других проблем. Я всегда говорю молодым людям, что на небесах у вас не будет прыщей. Мы обнялись, и тогда он повел меня. Дамы, там у всех будет идеальный вес. Да. Вам не нужно будет переживать о калориях и придерживаться диет. Мы пошли в библиотеку. Там было множество свитков с молитвами, нуждами и количеством душ, которые мы привели к Господу. Там я увидел книгу жизни Агнца. Он открыл книгу жизни Агнца. И я увидел в ней свое имя. Оно было записано в ней. Оно было буквально записано в книге Агнца. И там было написано «Полностью оплачено драгоценной кровью Иисуса». Когда на земле кто-то рождается свыше, на небесах устраивают великий праздник. Они находят близких этого человека и говорят им «Ваш близкий родился свыше». И тогда все святые на небесах начинают радоваться. После этого все грехи этого человека уничтожаются. А его имя вписывают в книгу жизни Агнца. Я разговаривал со многими людьми, побывавшими за пределами смерти. И не перестаю удивляться тому, насколько точно и буквально Писание. Наши имена в буквальном смысле записывают в книгу жизни Агнца. А что ангелы делали с молитвенными нуждами? Как они реагировали на них? Они носили сосуды. Я спросил своего друга об этом. Ангелы шли в тронный зал Божий. Я спросил своего друга, что они делают. Первое, что я увидел, это водянистую субстанцию. Мой друг сказал, что это слезы святых с земли. Второе, что я увидел, можно описать как эффект сухих глаз. Ангелы приносили все это прямо в тронный зал Бога. Я спросил своего друга, что это такое? Он сказал, что это благодарение и молитвенные нужды народа Божьего на земле. Он сказал, что эти нужды собираются и вместе с благодарением возносятся прямо к престолу Божьему. После этого Джон отвел тебя в тронный зал. Опиши нам тронный зал Бога. Я увидел Божий престол. Прямо перед ним было море бриллиантов. Это были чистые бриллианты. И от начала до конца моря было как минимум 150 километров. Я увидел Божий престол. Увидел его на престоле. Он имел вид молодого человека. Прямо за ним находится радуга из изумрудов. Кроме того, из тронного зала Бога льется чудесная река. Библия называет ее рекой жизни. Ты встретился с Иисусом. Да. Иисус — это самая удивительная личность из тех, с которыми мне приходилось встречаться в жизни. Когда я увидел его, то упал ему в ноги. Он наклонился, поднял меня, поставил меня на ноги. Иисус чуть выше среднестатистического еврея, где-то под метр восемьдесят пять. Я увидел его белые волосы, его чудесные белые одежды. У него была пурпурная лента с надписью «Царь царей» с одной стороны и «Господь господ» с другой. Его нетрудно узнать. Это точно. Он выглядел как еврей. Я видел его молитвенный платок. На нем был молитвенный платок. И ты видел? Кисточки. Да, кисточки и шрамы. Я видел шрамы у него на руках. Я видел шрамы у него на голове. У него были Пейси? Да, и у него синие глаза. Иисус еврей? Да, он еврей. Голубоглазый еврей. Евреи из колена Иудина. Они славятся своими голубыми глазами. Итак, Иисус отправил тебя назад. Я хотел бы, чтобы ты поделился посланием. Иисус сказал, скажи людям, чтобы они не велись на обман дьявола, который говорит, что они недостойны. Он сказал, скажи им, что они достойны, потому что я искупил их кровью Агнца. Он сказал, я пошлю дух восстановления, который проявится незадолго до моего возвращения. Также он сказал, что мы должны сделать ударение на молитву. Он сказал мне, должно всегда молиться. И третье, что он сказал, вас ждет много великих чудес. Рави, мы находимся в преддверии величайшего пробуждения чудес, какое только видел мир. Это последние дни? Безусловно. Я благодарен доктору Гарри Вуду за то, что он поделился с нами своим свидетельством. Я понимаю, что когда мы говорим о тех, кто утверждает, что умер и вернулся, мы оказываемся в незнакомых водах. Возможно, вы не можете поверить всему, о чем говорил Гарри Вуд. Но поймите, это не мои взгляды или взгляды голоса Израиля. Вы должны придерживаться того, что говорит Слово Божье. Но мне кажется, что историям наших гостей можно верить. Они с нетерпением ждут того момента, когда отправятся назад к Иисусу. Я еще вернусь к вам с заключительным словом. Оставайтесь с нами. Голос Израиля посвятил себя проповеди миссии миру, в первую очередь евреям, а затем и всем народам. Мы делаем это через обеспечение гуманитарной помощью беднейших людей мира. Мы помогаем им и делимся Божьей любовью и радостной новостью об Иешуа и Иисусе. Сегодня мы готовимся к новой клинике для общения Лэмбо, потерянного колена в Берингве, Зимбабве. Эти верные, но забытые люди имеют связь с древним коленом Израиля, коленом священника Фаарона, и на протяжении многих столетий жили по еврейским традициям. Мы нуждаемся в вашей помощи, чтобы профинансировать эту евангелизацию. Готовы ли вы стать благословением для этих чудесных людей и тысяч других, находящихся в отчаянной нужде? Пожилые, молодые и дети могут умереть из-за недостатка базовых медицинских средств. Вы можете помочь им, но мы должны действовать сейчас. Позвоните или посетите наш сайт прямо сейчас, чтобы спасти этих людей. В знак благодарности за любое ваше пожертвование, мы вышли вам книгу Джонатана Берниса в твердом переплете под названием «Взгляд раввина на жизнь после смерти. Новый взгляд на небеса и ад». В ней вы найдете истории людей, которые побывали там. Это истории людей, которые утверждают, что видели то, что ждет нас за покрывалом смерти. Рави Бернис исследует труды древних еврейских мудрецов, места писания и их связь с тем, что нас ждет после смерти. Эта книга поможет вам по-новому представить небеса и лучше понять славную вечность, которая ждет всех верующих. Если же Бог побудит вас сегодня пожертвовать 100 фунтов или больше на помощь нуждающимся, то мы вышли вам книгу Равина Берниса в специальном варианте, который нигде нельзя купить. Кроме того, эта книга лично будет подписана автором. Не забывайте, что Бог обещал благословить тех, кто благословляет евреев, чтобы пожертвовать и поддержать нашу гуманитарную поездку, а также помочь другим, позвоните, напишите или зайдите на наш сайт прямо сейчас. Не забывайте, ваш дар пойдет на помощь нуждающимся. Времени мало, а нужда велика. Поэтому пишите или звоните нам прямо сейчас. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этой неделе я говорил о важном вопросе о жизни после смерти. Жизнь после смерти реальна. И те решения, которые вы принимаете в этой жизни, определяют то, где вам проводить будущее. Под конец сегодняшней передачи я, как всегда, хотел бы напомнить вам молиться за мир Иерусалима. Псалом 121.6 говорит, «Да благоденствуют любящие тебя». Если хотите благоденствовать или процветать, молитесь за Израиль. Он нуждается в нашей молитве. До скорой встречи. С вами был Джонатан Бернис. Шалом. И пусть Бог благословит вас. С 1967 года «Голос Израиля» занимается гуманитарной помощью во всем мире и провозглашением Благой Вести о том, что Ишуа, Иисус, является Мессией и Спасителем, в первую очередь для евреев, а затем и для всех народов. Мы являем им Божью любовь, лечим зубы, глаза и другие органы бедных людей. Все это стало возможно благодаря вашей поддержке. Станьте нашим партнером. Ваш щедрый дар помогает менять жизни. Поделитесь Божьей любовью с теми, кто отчаянно нуждается в ней. Позвоните, зайдите на наш сайт или напишите нам. Спасибо. И не забывайте молиться за мир Иерусалиму. Любящие тебя будут благоденствовать. Передача «Голос Израиля» выходит при поддержке таких друзей и партнеров, как вы.